Добрый день друзья! Здравствуйте! Вот и прошел год как мы приехали в Турцию. Кто нас постоянно смотрит знают и видели что 7 ноября прошлого года мы уехали из Сталина на машине и приехали сюда в Аланию жить кстати кому интересно я оставлю ссылку внизу в описании к этому видео будет ссылка переходите по ней посмотрите как мы ехали то есть прямо от квартиры в Таллине до квартиры в Алании ну и прошел год мы прожили мы хотим подвести такие скажем так итоги жизни вот год мы прожили и как нам здесь жилось что нам понравилось что нам не понравилось какие-то такие итоги скажем так но можно назвать даже плюсы минусы жизни вот здесь ну и как и какие-то отличия жизни в Эстонии я хочу сказать свое мнение свое впечатление о прожитом времени вот в квартире которую мы купили многие нам пишут не хотите ли вы расшириться не тесно ли вам ну конечно если кто-то жил в большом доме или были большие квартиры объемы другие трудно наверное привыкать к этому ну мы были в таком азарте нам как-то все очень это это очень сгладилось много впечатлений приятных погода но по квартире можно сказать так что да шумно да слышно и верх и низ когда летом приехала больше людей было слышно вообще абсолютно все так что не ведитесь на то кто говорит вам что у нас вот ну я скажу про нашу квартиру слышно как в моются как вода да рядом соседи кто-то раньше слышно даже лифт но потом что про насекомых никаких таких страшных насекомых нет там тараканов имею ввиду клопов основной вопрос наверное будет у людей почему мы сюда переехали но я скажу так что я давно 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 наверное лет 10 говорил что как бы но я называю пенсию на пенсию в 50 лет как бы ну для меня как бы считаю что 50 это нормальный выход на пенсию нужно уехать куда-то в тепло у нас стали не все хорошо мне нравится таллинн я люблю эстонию все здорово но погода кто из россиян если нас смотрят были в питере вот погода жуткая то есть есть два месяца это июль август когда хорошая погода когда здорово можно погулять а в не плохой здесь же погода сейчас ноябрь мы сидим за окном солнце ни одного облака на небе то есть здорово ну почему турция турция возникла внезапно скажу я вот об этом говорил уже мы все время думали таиланд туда ездили давно много нам очень нравилось но там свои есть сложности поэтому мы решили переехать сюда почитали здесь очень удобно получить внж то есть ли вы купили квартиру или снимаете на долгий срок вы можете подать на внж то есть это вид на жительство вам оформят и вы же здесь то есть вылетать залетать когда хотите то есть он дается на два года если у вас своя квартира если вы снимаете дается на год получаете его и в общем никаких проблем вы как местный житель получаете в общем погода это раз плюс фрукты овощи все свежие все очень дешевые особенно сравнение с нашими ценами просто вообще бесплатно скажем так мечта любой хозяйки конечно накрыть красивый стол вкусно вкусно и полезно накормить себя и свою семью здесь этим вообще нет проблемы что касается фруктов овощей и если у кого-то есть какие-то особые привычки то их можно или заменить или теперь здесь есть много магазинов которые доставляют вот уже скумбрию общеную да да сгущенку квас творог сметану все это сейчас есть я по перловке там страдала первое спасибо большое и гречка есть общем с продуктами питания никакой проблемы нет что касается мясо но здесь очень вкусно и не замороженная нам по цене европы она нас не пугает для нас эстония но здесь дешевле то есть и курица дешевле и говядина дешевле и поразил очень вкусный не имеет никакого привкуса потом они очень хорошо делают также на месте и фарш и миксуют его никакой проблем ну что касается сладостей восточных то я никак не скучаю даже по шоколаду потому что здесь есть шоколад тоже есть можно и молочные черные можно все купить с настоящими орех с этим проблем нет ну а еще восточные сладости которых мы всегда таким пристрастием закупались в общем начали начали мы с плюсов плюс какой погода плюс продукты это как бы лучше все дальше единственное извините перебью вот по погоде мы хорошо удачно приехали ноябрь значит вечером конечно остывает прохладно в квартире но так как мы с северной страны мы это не поёживались но кондиционером пользовались и пледик там одеялком если смотришь телевизор я пользовалась тапки тоже а так потом начинается тепло комфортно единственное что мне не очень сильно зашло но ко всему привыкаешь это июль-аугуст душно и жарко сразу перескочила на минусы то есть погода плюс зима для нас не такая холодная хотя мы прожили одну только зиму да мы не мёрзли было очень довольно таки комфортно единственное для я как ходил в шортах майки я единственный одел тапки потому что я хожу босиком всегда но зимой в зимний период все-таки я купил тапки и отдел потому что пол кафельный и он все-таки прохладный а так нормально и мы говорили это про холод это январь скажем так декабрь может январь и первая половина февраля так прохладно сейчас ноябре у нас даже открытые окна еще и в общем то нормально днем жарко прямо жарко на солнце можно загорать и загорает купается вода 23 24 градуса вот это ноябрь ночью конечно температура падает градусов 15 но вот ира одевает кофточку я хожу пока в шортах майки мне еще комфортно ну то что и это зависит много какой циклон будет может быть будет дождливый это тоже скажется так пока мы мы всем очень довольны ну что касается языка например за год не так никаких познаний мы особых не получили но это отношение к не числе сильные выучили но там какие-то слова до что-то поблагодарить поздороваться что-то спросить по цене да но это только мы в этом виноваты вот это наша личная проблема даже так но это нам удалось как-то из этого и сего извлечь мы если нужно пользовались переводчиком телефоном или просили кого-то в общем сложности здесь нет здесь очень в общем то все даже на пальцах ну и какие-то серьезные такие вот машинный учет поставить таможне мы обращались нашу фирму где купили квартиру я всегда говорил писал всем что они нас не бросают они помогают действительно по звонок и они тут же приходят на помощь это конечно приятно пляжи до сих пор пользуются очень много народу особенно вот ноябрь сейчас видно вот эти вот каникулы связанные которые в россии там сделали нерабочие дни и народу прям ну реально много мы ходим вот ездим до в конец пляжа в крыгджак так вот конок а там вообще все забито там просто лежака не найти но и наши здесь пляжи тоже много очень народу просто сережки не очень нравится вырубы да я почему-то вырубы я объясню почему когда волны они из были вот часто сейчас кстати на осень волн нет вообще просто вот как на озере вода стоит летом были волны и когда эти волны не знаете идут и тебя затягивают обратно хорошо плавать с пирса но ира не плавает поэтому мы с ней заходим в этот выруб и приходится постоянно ее держать чтобы ее не унесло туда в открытое море на меня не нужно ориентировать то есть а если поехать туда вот кардежак или в тот же тосмур вот от речки димчай там очень хорошие широкие песчаные пляжи вырубов нет и поэтому тебя никуда не уносит не засасывает туда в море ну и красивой лежишь горы вид многие туристы вот даже слышу это на пляже говорят что ну немножко как-то пляж замусорился да есть такое это это не секрет это все видят тут нельзя что завоулировать до курки да какие-то там бумажки но может быть надеюсь это когда-то уберется я со своими этими минусами со своими мусором на улице наверно всех достала но не то чтобы я какая-то там жуткая аккуратистка но это менталитет это нужно принять я объясню мы живем маленьком городе таллин довольно маленький и очень чистый город скажем так то есть даже приехав в сингапур когда все говорят что у моей такая чистота мы с как бы вышли асу ну город и город то есть у нас также нет так вот там вот прям вау чистота такая также в общем-то как у нас я понимаю людей которые приезжают большого города из того же нью-йорка или там той же масло мы не знаем москве не было бы был нью-йорке и он реально грязный и приехав в ту же тоже сингапур ты будешь восторгаться что как чисто но и к нам в эстонию тоже приитали тоже очень чисто но и после этого может быть кажется тогда окурки просто они вот курят покурил и бросил на пол у нас уже мало кто так делает то есть и вот окурками все как бы много их усыпано может быть это знаешь на ветру и на дожди особо ты не покуришь здесь круглый год можно подметают то есть эти ходят уборщики подметает но курят они очень на расслабоне ну вот это скажем минус для меня еще вот лично для меня минус какой но кстати я привык к нему уже я особо не обращаю внимание это вождение то есть они ездят на дороге ведут себя очень специфически то есть к этому надо просто привыкнуть надо не беситься вот сейчас я ездим я поймался на мысли мы ездили каньон каприлю это вот за анталию я поймал себя на мысли по анталии хришь меня уже не раздражает то есть я как-то влился в этой без проблем а так это реально минус это вот езда их и они не пропускают на дороге то есть пешеходов нужно это быть очень внимательным даже на переходе пешеходном переходе на земле нужно смотреть очень внимательно они летят даже на светофор горит вам зеленый все равно идите аккуратно первый ряд вас пропускает по второму уже кто-то ехать даже под красный свет поэтому но очень внимательно просто на это же культура вождения хромает сильно и действительно нужно быть очень и очень внимательно держать детей за руку, да и самим рот не раскрывать, скажем так. Ну, вот еще относительно безопасности, в том плане, что пристают ли, хватают ли женщин за руки. Я не знаю, как по отношению к молодым красивым девушкам, у меня никто не хватает. Не, ну и молодых девушек тоже не хватает. Удивило очень, кстати, что да, они такие очень вежливые, культурные. И знаете, что бросилось в глаза? У нас вот такого нет, отношения к старшему поколению. То есть они реально молодые ребята, я не беру внимания, там 30 лет, вот такие 15, 18, 20 лет, они очень вежливо, очень уважительно, скажем так, относятся к пожилым. То есть он говорит, он его пропускает вперед, там в автобус. Как-то так, ну видно такое уважение. У нас уже такого не заметишь, честно вам скажу. Это обидно. Или редко. Это минус нашей стране. Ну да. И люди более отзывчивые. Например, если что-то спрашиваешь или что-то там тебе нужно объяснить, то они тут же вот скапливаются, как-то кооперируются, там кто-то кому-то крикнет, да, спросит, знаю. В общем, помогут какую-то минимальную... Скажем так, бросит все, но поможет. То есть он не скажет, ну слушай, там все время нету, некогда мне тут с тобой. Ну это то, что люди обзывчивые, более, наверное, приветливые, по сравнению, как с Сталином, я говорю, как вот у нас. Ну и опять же, минус. То есть отзывчивые все хорошо, но что касается договориться с ними на время, тут опять надо привыкнуть. Тут восток. Ну не то, что даже восток, наверное, это южная страна, везде на юге. Что мы были в Таиланде, что в Испании, они везде такие расслаблены. То есть вы договаривались на 11 часов, он может прийти в 2, в 3, и он не будет извиняться, что там я опоздал. Это нормально в порядке вещей. То есть так же и вы можете договориться в 12, прийти в 4, и это будет... Он не будет вас ругать, что где ты был, я тебя ждал. Это нормально. Я приведу пример, что у нас было. Мы заказали стол кухонный, как вы знаете, ну, ждали его, он был там немножко с браком, и сказали, что панель они с завода привезут, заменят. И вдруг, вот прошло пару месяцев, вдруг звонок на телефон, время 11 дня. Утро. Я беру телефон, там на сильно ломаном русском, из мебельного, говорит мужчина, пришла ваша панель, скажите, вы сейчас дома? Я говорю, да, мы дома. Хорошо, будьте дома, машина к вам выехала, сейчас будет. Хорошо. Мы ждали. Как вы думаете, во сколько пришла машина к нам? В 7 часов вечера. То есть в 11 он позвонил и сказал, что машина к вам вышла. В 7 вечера она пришла. Ну, сейчас не об этом, ничего страшного. Ну, это веселит просто, понимаете, и нет никаких там извинений, там расшаркиваний. Ну, к этому надо, это надо или принять, или тогда уже не жить. Да, просто уехать, если вас это раздражает. Сильно раздражает. Тоже много спрашивают, а как вот Азан, как вам? Азан – это призыв к Валентии, который звучит, который слышно везде. Поначалу нам просто обращали на это внимание, просто просыпались. Он нас не раздражал. Абсолютно, абсолютно. Мне даже нравится. Что касается работы, многие спрашивают. Ну, так как мы уже люди взрослые, мы сделали свой приезд осознанным. И не собирали без работы. И мы, в общем-то, привыкли следовать закону, поэтому работа нас… Ну, во-первых, не интересует раз, но я отвечу на тот вопрос, как многие люди мне пишут в комментариях, что «А что там с работой? Мы хотим приехать, а как найти работу?» Я вам скажу, если вы какой-то специалист или вы работали где-то в риелторской компании, то есть по продажам, вы специалист по продаже квартир, вы можете найти работу в каком-то агентстве, да, вас возьмут на работу, да, с удовольствием. Но если вы хотите устроиться каким-то водителем, фотографом, парикмахером, каким-то специалистом по ногтям, нет, друзья, вы можете работать, но это будет нелегально и длиться, это будет, я вам скажу, недолго. А наказание за это, если вас поймают, что вы работаете нелегально, вас просто депортируют из страны, и пять лет вы не сможете сюда въехать. Ну, пять или меньше, не знаю, ну, короче, вас депортируют. Да, ну, сейчас время молодежи, работать онлайн никто не отменял. Да, многие молодые такие. Это очень удобно, молодые семьи с детьми или по свободные, или одинокие люди. Очень много видим, прямо сидят целыми днями, кто-то на балконе, кто-то в тенечке, видно, понимают. Компьютер, да, работают люди. Это здорово. Это не запрещается, если вы работаете удаленно, то, пожалуйста. Ну, я не хочу, чтобы ты рассказал про интернет, это особая боль. Да, вот, кстати, это минус, это не боль, это минус. Те, кто хочет, как бы, быстрый интернет и нужен, допустим, для работы, вот тоже удаленный, сначала или вы снимать хотите, или купить квартиру, вы сначала должны все-таки узнать, какой максимальный интернет может у себя провести. Потому что, например, в Кыргаджаке, где я купил брат, у них там, ну, беда с интернетом, там только турк-телеком, других вариантов нет, и они, типа, мучаются с этим. У нас, ну, вы знаете, наверное, я специально видео записывал для этого, как мы подключали, ну, у нас 100 мегабит по проводу. В общем-то, я доволен. И я не дергаюсь, ничего не трогаю. Вот уже месяцев 8 он работает, вообще никак не прерываясь, не обрываясь. И я, честно сказать, им благодарен, что хотя бы так. Пускай по проводу. По Wi-Fi он не дает 100, но вот мы выбрали пакет 100 мегабит, это максимальная скорость. По проводу, да, четко. Ладно, спасибо им за это. То есть, выход есть какой-то? Да-да, нет, выход можно найти, решается, да. Просто не надо психовать, просто надо быть готовым вот к таким вопросам. Просто если у нас в Эстонии, то уже как бы ты об этом не думаешь, интернет есть везде. Он очень скоростной, прям реально мощно скоростной. Везде, то есть даже не возникнет вопрос, что где-то нет интерна. Вот здесь так. Ну и еще хочу вот сказать по поводу, допустим, алкоголя, там, пьяных людей. Да, где-то там в кустиках, может быть, на пляже, пивко. Они диалог, не сидят. Сидят, как бы выпивают. Но такого, чтобы вот дебоширили или как-то так, нет. Может быть, даже больше страдают те люди, у кого квартиры куплены рядом с отелями в сезон. Мы говорим сейчас про местных. То есть, вот за год я ни разу не видел местного пьяного, чтобы вот, знаете, у нас другой. Идет он из стороны в сторону, вот так качает, он падает. Я не видел местного. Ну, честно говоря, туристов есть тоже, у нас такой не особо туристический. Но местных я не видел. Центры, я не знаю, города, там бары, да. Ну, так вот, я про наш вот микрорайон назовем, про наш Махмутларов. Да, Махмутларов. Да, ну и так же касается наркоманов. Это, у нас, например, чаще там приседают, пригибают. Он стоит такой, знаете, приседают, то есть видно сразу, что человек в доме. И в центре города и в районах есть. Такого я не видел, вот за год жизни я не встретил. Да, ну вот такое наше мнение, такое наше впечатление прожитого за год. Так ничего плохого не случилось. Было, наоборот, многие отличные моменты. Мы за всю свою жизнь не общались столько. Не было просто времени. В другом ритме мы жили. А сейчас у нас столько появилось новых знакомых. С кем-то ты больше сдружился, с кем-то кто-то тебе ближе. Ну, в общем, ребята, настолько позитивные, настолько дружелюбные люди, которые, видимо, тоже хотят жить или приезжают, ну, такими набегами по возможности. Это для меня большая радость. Я бы даже не постеснялась сказать большое счастье, когда ты находишь таких же единомышленников, которые так же думают. Это очень приятно на самом деле встречаться. Это сближает, это как-то радует. И приносит еще больше радости от того, что мы здесь живем, и все нам здесь нравится, и людям тоже. Когда мы ехали, Ира тоже волновалась, что вот, общения будет мало, с кем я там буду общаться, там все по-турецки. Ну, живя здесь в Махмутларе, я вам скажу, что здесь русский язык многие знают. Даже я сейчас говорю про турков, которые говорят, не то что многие, практически. Ну, им необходимо по работе, например. Рынки. Вот мы не затронули эту тему. Какие здесь рынки, друзья? Я вот все время показываю, не знаю, надоело, не надоело. Ну, нам самим за год не надоело. Ну, вы понимаете, настолько вот классно, что заходишь, это вот атмосфера, это вот они так кричат, причем такой голос, они так громко кричат. Вот эта вот зелень, которая лежит на прилавке, вы знаете, ну, восторг, реально восторг. Фрукты вот эти по сезону, мы едим фрукты все по сезону. Вот сейчас, например, гранаты, хурма, виноград. Ну, не только по сезону, мы какие-то и предпочитаем больше. Например, ну, что значит по сезону? Вот мы арбузы любим, они есть, но сейчас они не такие вкусные. Конечно, те, кто приезжают, они и очень хороши покажутся. Многие, я вот Эру перебью, многие приезжают, эти подписчики говорят, вот вы там говорили про персики или говорили про зеленые арбузы, а мы пошли, а они такие плохие. Ну, да, вы знаете, сезон прошел, и реально персики не в сезон, не в плане. Знаете, как вата, он вроде с виду красивый, а ты ешь, он не сочный. Вот как у нас, они продаются такие же, я такие не люблю. Арбузы тоже, зеленых арбузов больше нет, этих полностью зеленых, которые в Биме были. И они там и говорят, если спросишь карпус, сезон йог, йог. Ну, хотя они в продаже есть, но они не такие, вот как именно в сезон, как мы сказали. Но дыни, кстати, до сих пор неплохие. Дыни очень вкусные, да. Вот это, я не понимаю, какой-то нонсенс. Допустим, нет вот той черешни или вишни, которая была, сорт Наполеон, которая, о-о-о. Она такая крупная, мясистая. Я была такими же прыщами, как эта вишня. Ну, так вот сейчас сезон опять цитрусовых, мандарины, апельсины. Ой, мандарины бесподобные, их можно взять, они сладкие, с кисловатой. Причем вот зеленые, знаете, какие-то зеленые мандарины. Я бы в магазине, честно говоря, такие не взял, но реально они не спелые. А ты их чистишь, он оранжевый и он сладкий. Непонятно. То ли сорт, то ли недозрел. Потому что есть и оранжевый. Непонятно. Вот сезон цитрусовых, сезон хурмы, ее очень много разновидностей оказывается. Она всякая вкусная, единственное, сильно вяжущая мне так не особо. А вот то, что она темная, там шоколадная, с косточкой внутри. Или просто. Или просто такая, ну, ее донести не очень просто. Не, но вы можете выбрать любую. Если вы не любите такую, скажем так, мягкую, сопливую, то вы можете взять твердую. Она есть и твердая. То есть не как у нас в магазине. Вы пришли и вот какая есть, то и бери. То есть начинаешь, все там выбирают, мягкую ищут, а ее нету. Там уже разобрали. Здесь есть любая. Вот там, пожалуйста, мягкая, вот средней мягкости. Вот вообще твердая. Это вяжущая, это нет. Там шоколадная. Сейчас айвы сезон опять. Вот яблок новых, айвай. Ну, больше одной айвы я не съем. Я порежу ее себе на кусочки у телевизора так. Ну, такая она делается. Что самое прикольное, уже сейчас вот в декабре, наверное, в середине декабря или в начале уже начнет цвести мушмула. Да. Мы показывали, это желтые такие вот типа яблочков, но она вкусная. Мушмула называется. Да, много не ешьте, жутко расслабляет. Цветет в декабре и уже, я не знаю, когда она, в феврале? В феврале уже. Я не буду умничать. Ну, как-то она одна из первых плодов. Она первые, да, плоды. И очень вкусно. И вот в прошлом году мы удивлялись, где ходили там в горы, где пчелы гудели, как ток на провода. У нас еще ума не было, мы совали голову туда, прямо к пчелам. Обошлось все. Простые люди, очень такие добрые, приятные. Вот идешь, когда мы идем гулять туда в горы, там вот эти частные дома, сады, они всегда улыбаются, всегда махают и угощают тем, что собирают. Там или авокадо, или лимоны, апельсины, бананы, да, сразу выходят. Берите, берите, берите. Так интересно здесь гуляли. Вот это опять же такие новые, другой менталитет. Да. Домы как бы, ну не нужно никуда лезть, как говорится, где тебя не ждут, то никаких вообще проблем за год мы не испытали на себе. Еще расскажу про машину, про авто, мы же здесь с автомобилем. То есть прошел год, как бы я перед уездом из Сталина делал ТО, то есть менял там все фильтры, масла, и вот меня как бы мучила эта мысль, где же здесь я буду это делать. Здесь прямо недалеко от нас, вот метров 400, на выезде из Махмутлара, русский парень, зовут его Андрей, и в общем-то я съездил, поговорил, я остался очень довольным. Правильно говорят, что здесь 361 в году солнце. Реально вот за год можно по пальцам пересчитать, когда были пасмурные дни. Блин, вот только одно это для меня является огромнейшим плюсом. Ну и давайте послушаем Иру, как у нее этот год прошел. Да, прежде чем сюда приехать, я думаю, что же я буду делать, чем же я буду... Я напридумала себе, то йогой буду заниматься, то языком буду заниматься. Йога это открытие для меня. Ну, на итоге все совсем не так, то, что ленивая и прикрывая, что типа мне язык не идет, йога мне не подошла. Она молодец, она ходит, мы быстрым шагом ходим. Ну, быстрым ходишь ты, а я как могу хожу за ним. Для тебя это быстро. 10 километров, 5 в одну и 5 в другую сторону, то есть 10 километров. Ну, что-то же надо делать. Через день, то есть 3 раза в неделю получается, 3-4 раза в неделю. Она молодец, реально молодец. Поэтому мне реально, как Серега говорит, не скучно. Общения много, иногда даже бывает наслаивается одно на другое, хочется с кем-то встретиться, надо так договориться, чтобы и успеть сюда-сюда. Бывали такие моменты. Поэтому это меня очень радует. И хочу сказать огромное благодарность и слова нашим подписчикам. Желаю вам всем здоровья, благополучия и пусть все ваши мечты сбываются. Не нужно ничего бояться. Очень сложно сделать какой-то шаг, но если есть у вас возможность, преодолейте в себе это. Пусть мечты ваши сбываются, друзья. Я от своего имени тоже хочу поблагодарить всех вас, подписчиков наших, что вы пишите комментарии. Друзья, мы все, абсолютно все комментарии читаем. Мы прям садимся, читаем и стараемся ответить на все комментарии. Спасибо вам огромное. Если кто-то еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, как, знаете, говорят. Огромное, огромное, огромное вам спасибо. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok